Следующее видео, которое мы посмотрим, называется Экзистенциальные шутки ТВ-смерть Что-то, короче, походу Ники никакие-то не те таблетки прописали В итоге у неё мысли о смерти Окей Сейчас я всё попробую сказать Вот мне постоянно пишут люди, что им не нравится моя новая прическа Что им не нравится малет Что им не нравятся бритые виски В общем, как только я изменила прическу на такую Я думаю, что проблема не в этом Осветлила брови Потом я сбрила брови Главная проблема в содержании головы А не в том, что снаружи Каждый раз после такого изменения У меня была волна комментариев про мою внешность Про то, что я с собой что-то ужасное делаю И наверняка у меня что-то плохое со мной происходит Действительно, ты делаешь с собой что-то ужасное И с тобой происходит что-то очень плохое Но это никак не связано с твоей внешностью Благо, это девушка, которая даже Написала прям подробный такой комментарий Про то, что у меня явно душевные проблемы И это манифестирует себя через внешность Через такие страшные изменения И это был такой смешной комментарий Потому что она явно, ну, проецировала Типа свое отношение к изменениям внешности На меня И вкладывала свои какие-то смыслы Которые вообще ко мне не относились И я так на это смотрю Ну, вообще неудивительно, что она вкладывала свои смыслы в этот комментарий Потому что это, блядь, ее комментарий И она и слагает в нем свои мысли То есть обычно люди так делают, да Когда они что-то пишут Вау Ну, было странно и забавно И так же напряжно Напряжно от того, что людей, которые пишут все это Очень-очень много И стандартные всякие штуки Да, то есть в современном мире Человеку требуется несколько гуманитарных образований И изрядная доля проницательности Для того, чтобы понять, когда люди что-то пишут Они вкладывают в это свои мысли И свое отношение Ну, не слушать других людей Это странно Учитывая, что человек социальное животное Наверное, вот не слушать других Это Это могло бы иметь смысл Относительно вот левой социологии современной То есть не обязательно ее воспринимать Слишком серьезно Но как раз это она восприняла всерьезно Как раз это она услышала Они не очень подходят Потому что количество вот этих оценок Оно несоизмеримо больше Чем количество оценок, с которыми сталкивается Человек, у которого нет выхода на такую большую аудиторию И из-за такого нестандартного количества Вот этих оценок Я не знаю, может это перезалив Но у этого ее ролика всего 10 тысяч просмотров То есть если это не перезалив То значит, как бы ее аудитория Она как-то вот сокращается постепенно Постоянного, ну и хейта и все прочее Из-за того, что стандартный рецепт успеха не работает Короче, очень сложно Но это не то, о чем я хотела поговорить Поговорить я хотела про свою прическу И как для меня Мысль, осознание того, что я могу менять свою прическу Как угодно Получасовой ролик про прическу И идею о том, что прическу можно менять как угодно То есть вот чем меня восхищает Ника Это вот Знаете, некоторые люди считают Что у меня завышенная самооценка Как бы эгоизм, эгоцентризм и ЧСВ Но Когда я вижу Нику Я понимаю, что мне есть Мне есть у кого учиться Потому что, блядь Получасовое видео про прическу И про то, что оказывается Прическу можно менять так, как тебе хочется Слушайте, ну Это С одной стороны, очень свежая, оригинальная И нетривиальная мысль А с другой стороны Такой зацикленности на себе Да Такому даже я, наверное, могу посоветовать Что угодно с этим всем делать Я могу стать лысой Я могу пойти на улицу В грязной одежде Я могу Нет, если ты станешь лысой Тебя будут дразнить скинхедом В общем, я могу что угодно делать Вот эта мысль Она ко мне Очень мощно пришла В последнее время Если ты можешь делать что угодно То Пожалуйста, поумней Мне кажется, что это как-то совпало Со смертью папы Потому что, когда у него Умер папа То у меня Очень очернобелилось На некоторое время мышление И когда я столкнулась со смертью Такого близкого человека Подождите Подождите А как же Лозунг Феминизма третьей волны Типа Умри 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 Патриархат То у меня Как будто Поделилось все Она очень-очень важная И очень-очень неважная И Актуализировалась Смерть И то, что мы все умрем И то, что жизнь очень короткая И вот когда ты С этим все сталкиваешься Ну, у меня лично Презисло такое, что Бля, ну Я Как бы Если так все обстоит То я Ну, вообще, да Это проблема смерти В том, что У некоторых У тех, у кого бы она Была бы Лучше Если мне хочется И просто Постить ее Если меня это делает Счастливой К счастью Такой контент Мне не смогут С ютуба заказать А если и закажут Я не буду его смотреть Потому что На стримах Это нельзя смотреть Она совершенно Не думает О людях Которым это Блядь Случайно Могут наткнуться На этот контент После Рассказа Про смерть папы Ну, короче Я даже это могу делать Потому что Жизнь такая Короткая Что не имеет Абсолютно Никакого смысла Этого не делать О, блядь Господи Я просто Даже не понимаю Как это вообще Возможно Чтобы Ну, то есть Какие-то Идеи Связаны С постмодерном Они на Нику Только сейчас На Она Вообще Ну, то есть В своей жизни Какие-то книги Читала Или Типа Что-то Про Там Я не знаю Какие-нибудь Записки сумасшедшего Но не Гоголя Толстого Что-то Из Камю Может быть Из Артра То есть Ну, типа Наверняка Она же должна была Что-то из этого Прочитать В своей жизни Ну, то есть Просто Дело в том Что Какие-то Вот такие Банальные Совершенно вещи Она воспринимает Как Что-то Совершенно Вот Уникальное Какое-то Открытие Космического Масштаба Чем Чем Что-то Чем Нужно Обязательно Поделиться Со своей Аудиторией Что-то Типа Оказывается Мы Блядь Все умрем И наша Жизнь Она короткая Вот Неожиданно Ко мне Пришло Такое Осознание То есть Обычно У людей Это Блядь В детстве Все Закладывается Когда они Впервые Понимают Что они Смертные Блядь Все Смертные То есть Обычно Это Вот Когда ты Не знаю Может быть В самой Начальной Школе Начинать Какие-то Мысли Посещать То есть Неожиданно Узнал Что Блядь Все Мы Смертны Потому Что До Этого Он Как бы Жил Во дворце И Не Видел Ни смерти Ни болезни Ни бедности Ни старости То есть Это Просто Это Какое-то Уникальное Уникальное Событие На самом Деле Никакого Потому Что Ты Просто Умрешь И Это Такое Ощущение Что Ее Где-то До Существуют Как бы До Ее Настоящего Возраста Ее Просто Держали Где-то В Каком-то Под Каким-то Куполом Просто И Только Сейчас Ее Выпустили К людям И Поэтому Она Ходит И Охуевает Вообще От Того Что Происходит Оказывается Люди Смертны Мы Все Умрем И Поэтому Все Бессмысленно Обидно И Тупо Что Ты Не Делала Того Чего Ты Действительно Хочешь Потому Что Другие Люди Себя Сдерживала Напомните Где она Получала Образование Это Что-то Невероятное Вот Ей Богу Тема Которая Способствовала Этим Вопросом Была Личные Границы Потому Что Личные Границы Это Очень Про Контакт С собой И С тем Что Тебе Нравится А Что Ты Хочешь И Когда Ты Все Больше Начинаешь Заглядывать Сюда И Спрашивать С себя Когда Ты Сталкиваешься С какими-нибудь Людьми Или С какими-нибудь Опытами Если Ты Тучаешь На вопрос Типа Нет Мне Не Нравится Тем Чаще Ты Начинаешь Думать Так Хорошо А Что Мне Нравится И И Пробовать И Вот Когда Папа Умер Сначала У меня Это Подгонялось Страхом Смерти Типа Таким Чувством Что Пишут Ежа Она Точно Такая Же Как Большинство Людей Нет Нет А Как Же То Что Она Уникальная Снежинка Блядь И Лицо Феминизма Блядь Я Вообще Скоро Может Умру А Я Ничего Не Попробовала Я Не Сделала Не Знаю Себе Малит Я Не Сделала Себя Лысая Я Ничего Не Сделала Я Живу Как Буду На 5 Процентов Максимум Да Охуенно Что 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 Ты Хотел Успеть Сделать Перед Смертью Да Блядь Побриться На Лысо Блядь Но Это Похоже На Какой То Плохой Анекдот Из Серии А Что Так Можно Было Или Или На Сцену Из Последней Части Безумного Макса Да Что Типа Когда Несмертный Джо Узнает Что Мы Нашли И вернули Его Жен Он Нас Наградит Что Что Ты Хочешь Как Я Хочу Назад Свою Куртку Ты Мог Б Попросить Что Покруче То же Самое Здесь Да То Культурные Горизонты Субъекта Да Что Что Ты Хотел Успеть Сделать Перед Смертью Побриться На Лыс Ну По крайней Мере Это Не Так Сложно Осуществить Как Я Могла Бы Еще Столько Всего Сделать Вот И Градуэл За Вот эти Годы Я Опять же Я вообще Не понимаю Как работает Время В последнее Время Я ничего Не понимаю Может За последний Год Может За два Вот Что Меня Поражает Конечно В Такого Рода Личностях С такими Взглядами И таким Культурным Бэкграундом Это то Как Какие-то Слова Да Которые Сейчас Секунду Доната Звучит Да Я как раз Говорил о том Что В личностях Наподобие Ники Или вот Этой Другой Бодипозитивной Феминистки Которую Нам Периодически Заказывают Которая На Куклачева Похожа Меня Поражает Вот это Сочетание С одной Стороны Какого-то Значит Каких-то Фраз Которые Характерны Для Англоязычных SJW Ну и вообще Каких-то Вкоплений Английских Слов Скажем Так Да Иностранных Слов С одной Стороны А с другой Стороны Слова Такие Которые Просто Говорят О Человеке С самого Социального Дна В России То есть С одной Стороны Ахули Нет А с другой Стороны Какие-то Термины Англоязычные То есть Такое вот Сочетание Чего-то Значит Заокеанского И модного С чем-то Совершенно Таким Низменным Приземленным И То есть Мне даже Сформулировать Это сложно На самом деле То есть Это какая-то Совершеннейшая Такая Идиосинкразия То есть Это Сочетание Несочетаемого Да Что-то Такое Лондонско-люберецкое Это удивительно Конечно На самом деле Потому что Это очень Иллюстрирует Вообще Внутренний Облик И культурные Горизонты Субъекта Да То чем он Живет Да То как он Видит мир Вообще Как он его Воспринимает Что у него Внутри Происходит То есть Это наверное Самое важное То как люди Формулируют Свои мысли Или Прячут их Отсутствие Я не помню Я не помню Короче за последнее время Страх смерти Сменился Благодарностью К смерти И любовью К ней И это Для меня Был Мой Короче гигантский Путь Принятия Короче смерти И понимание Того Что моя жизнь Есть И как Все это Короче вместе Это кстати у Ламброза Была Вот эта идея О том что Всякие там Французские Революционеры Они очень покорно Так сами Восходили на Ступени гильотины Ну на ступени Ишафота Где была Установлена Гильотина Потому что Они понимали Что по сути Ну то есть Как бы Где-то внутри Они понимали Что они Это болезнь Их голова Это гангрена А нож гильотины Это то что Призвано Их вылечить От этой болезни И поэтому Они очень спокойно Так принимали смерть Потому что Они понимали Что все их существование Это Это патология На самом деле Их не должно было быть И они страдают И именно потому что Они страдают Они заставляют страдать Других людей Чтобы как-то Компенсировать Своё собственное страдание И вот В конечном итоге Расстаться с жизнью Для них Это Значит Прекратить Вот эту Болезнь Затянувшуюся То есть Каждый раз Когда Ника Рассуждает О смерти Я Какие-то Такие Синонимичные Моменты Улавливаю Например В одном Из предыдущих Роликов Когда она Говорила О том Что она Сидела В самолёте С рядом С аварийным Выходом И у неё Была мысль Взять Значит И резко Рвануть Этот рычаг Аварийного Выхода Чтобы Произошла Разгерметизация Разгерметизация И её Выкинуло Просто куда-то Из самолёта И она Погибла То есть Какой-то Такой Завуалированный Знаете Завуалированное Стремление К самоубийству К смерти Потому что Мне кажется Вот такого рода Субъекты Они понимают Вообще Кем они Являются На самом деле Они понимают Что они Страдают И они Понимают Причину Этих Страданий И в конечном Итоге Если они Становятся Там Допустим Алкоголиками Или Наркоманами Или Значит Как-то Ну Каким-то Иным способом Руинят Свою жизнь Или там Начинают Жрать Какие-то Таблетки То Это Потому что Они пытаются Как-то Что-то С этим Сделать То есть Как-то Изменить Это Самоубийство И поэтому Вся их жизнь Она превращается В такое Медленное Самоубийство Да То есть Они как-бы Ненавидят Себя В глубине В глубине Своей души Они себя Ненавидят И они Хотят Умереть Хотят Погибнуть Но при этом Они не могут И они Слишком трусливы Чтобы признаться Себе в этом Вот И вот Поэтому Собственно Их жизнь Она становится Такой Какой Она становится И это Трагедия Да И особенно Когда Это вот На нас На зрителей Это все Выплескивается И мы все Это видим Все вот эти Метания Какие-то Какую-то Внутреннюю Рефлексию То есть Это вот Как этот Самый Кириллов Из бесов Да Который В конечном итоге Убил себя Существует Смерть Жизнь Я Если что Дисклеймер Ребята Сколько ты об этом Не считай Где-нибудь В книжках Сколько фильмов Не смотри Это все Вообще Никак не относится К тому Что ты Лично проживаешь И чувствуешь В своей жизни У меня По крайней мере Так Я много Чего знаю Вроде как Но когда Ты с этим Сталкиваешься Сама То это все Абсолютно Новое Для тебя И ты Проживаешь Все вот эти Вечные вопросы Самостоятельно И самостоятельно Выискиваешь Для себя Эти ответы И неважно Читала ты где-то Какой-нибудь готовый Ответ Не читала Это никак Вообще Не Мне лично Не помогало И не помогает Это к тому Что Когда у меня В августе Произошел Мой мега прорыв Про смерть И про себя Я не просто Это где-то Прочитала Или кто-то Мне сказал Это то Что я сама Ощутила Внутри себя И Это было Что-то Просто Как Волшебное Что-то Великое И Хотя Произошло это В совершенно Обыденном Контексте Мы ехали С мамой В ресторан На Буханке В гору И я смотрела В темноту В лес И вдруг Ощутила Как будто бы Вообще Весь мир В нем Себя Внутри себя Тоже мир И Что Все это Всегда Есть со мной И что Я Всегда Вообще Всегда Есть С собой И все 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 Самое Самое Важное И самое Волшебное Или Глубокое Невероятное Все Это всегда Есть со мной Что бы я ни делала Где бы я ни потерялась Где бы я Что бы ни происходило Со мной Всегда это будет Я никогда не одна И это очень Очень интересно И не одиноко Я могу От этого закрываться А могу Открыться И когда я Открываюсь То Бля Это какой-то Идущий к реке 2.0 Вот ей богу Смерть Слушайте Она даже Как бы внешне Похожа на Идущего к реке Чем-то И вот Черты лица Хотя он более Атлетически Сложен Конечно Это Что-то Чего я совершенно Не боюсь Потому что Каждое Мгновение До этой смерти Я Это я И я с собой И я живу Жизнь Как бы В полном Контакте С собой И с Вот как бы Вот со всем Этим И когда И вверх В бесконечно Большое И внутрь В бесконечно Малое Преисполнилось В познании Ника Это так Когда ты В этом Каком-то Контакте С Внутри Чем-то И внешне Чем-то И когда Все это Вот так То не важно Успела Ты что-то Сделать Попробовала Ты не Попробовала Ошиблась Не ошиблась Как бы Я не знаю В общем Важность Вот в этом Вот Сложно Как-то Оформить Слова И я Ехала И смотрела В лес И я Начала Смеяться С собой От того Что смерть Не Заканчивает Мную жизнь Она наоборот Делает ее Бесконечной Потому что Она создает Бесконечное количество Отрезков В которые Я могу Быть Вот этим Этой собой Вот этим Кружочком Которые Блядь Да ты просто Ну хотя Это слишком Очевидно Мне кажется Ей нужно Поменять Таблетки То есть Какие-то Антидепрессанты Ей на другие Либо повысить Дозу Либо наоборот Как-то Сократить Либо Что-то Что-то Поменять С препаратами Дозу 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 Субтитры создавал DimaTorzok